Тёплый майский вечер Музыка, слышался весёлый смех. Официанты привычно скользили с подносом вдох столиков, а за одним из них явно происходило объяснение в любви. Странность ситуации заключалась в том, что признавалась в любви дама. И не обычная дама, а известная революционерка, которую боялись и разыскивали все жандармы Европы. Её звали Роза Люксембург. А мы ведь её совсем не знаем. Она могла стать блестящей пианисткой, ибо в юные годы она прекрасно музицировала. Она могла стать художницей, могла стать литератором. Сохранились её поразительно глубокие статьи о русской классике. И уж, конечно, она могла бы стать великолепным адвокатом. И повладела искусством оратора. Но этой даме при её абсолютно неженском уме и подавляюще страстной натуре судьба уготовила иную участь. А ещё она могла бы стать, конечно, счастливой женой и матерью, если бы ни её, ни Дуг. Она родилась с вывихом тазобедренного сустава. До десяти лет практически не вставала с постели. К двенадцати годам болезнь отступила, но на розе, чтобы скрыть её хромоту, заказывали специальные туфли. И как ни старалась она относиться к этому с юмором, упоминания о хромоте сильно задевали её. В июле 1893 года в Цюрихе проходил Конгресс Второго Интернационала. Он стал ареной для схватки польских социалистов и польских же социал-демократов. Одни требовали политической независимости Польши от России, Пруссии и Австрии, другие призывали к мировой революции. Казалось, социалисты одерживают верх. Но тут на сцену поднимается маленькая женщина. «Долой я, долой!» – закричал зал. Но стоило ей произнести несколько фраз, как все замолчали. «Под моим окном стоит могучее дерево. Однажды от удара молнии две его ветви рухнули, но не погибли. Они пустили корни!» «Как и Польша корнями вросла в экономику тех стран, которые ее разделили!» «Путь к единству!» «Свергнуть общего врага-эксплуататора!» Зал взорвался овациями, а Роза торжествующе смотрела на молодого человека. Его звали Лео. Лео Ягихес. «Если мне когда-нибудь захочется снять с неба пару звезд, чтобы подарить их кому-нибудь на запонке, то пусть не мешают мне в этом холодные педанты, и пусть не говорят, грозя пальцем, что я вношу путаницу во все школьные астрономические атласы». Эти романтические и дерзкие строки принадлежат Перу юной особы, которая в 17 лет заявила своим родителям, что целиком хочет посвятить себя политике. «Если она не сможет изменить себя, а она не в силах побороть свой недуг, она попробует изменить этот несправедливый мир». Этим духом свободы она напиталась с детства. Роза была пятым ребенком в либеральной еврейской семье. Отец, коммерсант, совсем не занимался детьми, и лишь благодаря матери в доме царил дух романтизма. Звучали стихи Герта, Пушкина, Мицкевича, Роза занималась музыкой и живописью, но понимала, что из-за своей хромоты она никогда не будет счастлива в этом уютном мире. И выбрала себе иное счастье, с головой окунулась в политику, выступала на собраниях рабочих с призывами свергнуть царизм. И вскоре оставаться в Польше стало опасно. Ее тайно переправили в Цюрих. И там она впервые увидела Лео. В тот день поляки провожали на родину в Краков гроб с прахом Адама Мицкевича. Разве она могла не проститься со своим кумиром? Лео сопровождал вагон с грубым поэта, чтобы тайно переправить в Польшу нелегальную литературу. Он был великим конспиратором. Розе тогда едва исполнилось восемнадцать. Вскоре они познакомились. Она выступала на собрании революционного кружка, когда в полуосвещенную комнату вошел молодой человек. Как утверждают современники, он походил на одного из героев-бесов Достоевского. Этот самый бес и попутал молодую неискушенную Розу. Она пылко увлеклась им, а заодно и влюбилась в его социалистические идеи. Однако Лео не захотел связывать себя брачными цепями. Розе ничего не осталось, как разыграть роль самостоятельной женщины, презирающей институт брака и выступающей за свободу любви. Но Лео она писала. Когда же все это кончится? Я начинаю терять терпение. Речь идет не о работе, а о тебе. Почему ты не приехал ко мне? Если бы ты был рядом со мной, я не боялась бы никакой работы. И что же Лео? Он не приезжал к ней неделями, а в том вызывал только для того, чтобы Роза дала отпор поискам социалистам на празднование годовщины восстания под руководством Костюшки. И она бросилась ему на помощь страстно, отчаянно, словно спасала не общее дело, а его, своего Лео. Бунтарский дух юной пани проявился еще в гимназии. В те годы в Польше шла активная русификация школы. Когда царский чиновник зачитал указ о преподавании всех предметов на русском языке, Роза возмущенно воскликнула. И что, польскую литературу, язык тоже? А эти предметы особенно язвительно подчеркнул чиновник. Он запомнил эту дерзкую барышню и с наслаждением снизил ей отметки на выпускных экзаменах. Именно тогда ей впервые приснился тот странный сон, дерево, в которое ударило молнию. Она даже пыталась нарисовать его. Но кому нужны ее картины? Сегодня важно бороться. А чтобы победить, нужно знать своего врага. Как не хватает знаний. Ее интересовало все. История философии, экономика, математика. Но денег на учебу не было. И вдруг счастье. Лео, ее Лео осуществил ее заветную мечту. Получив наследство, он оплатил обучение. Мало того, устроил ей невероятный царский подарок. В огромном, недостроенном здании угольного склада на окраине цюрьки студенческий симфонический оркестр исполнил для нее ее любимый реквием Моцарта. Она была счастлива и надеялась, что теперь-то он скажет ей заветные слова. Но Лео говорил только о грядущей революции и победе. Он гордился ей. К тому времени ее политическая кредо сформировалась окончательно. Ее первые работы, знаменитые первомайские брошюры содержали яркий призыв рабочего класса к революции. Диссертация называлась «Промышленное развитие Польши». Глубокое, всестороннее исследование предмета, огромное количество привлеченных источников, экскурс в экономическое прошлое Польши и России, анализ сложных переплетений политики и канонки. Выскалобы мужи, заседающие в ученом совете, поначалу иронично переглядывались. Еще бы, вместо женщины в гостиной и спальне. Но скоро скептические улыбки исчезли. Точные формулировки, острый, неженский ум, изложения свободные, страстные, лишенные унылого академизма. Всеобщим голосованием ей, одной из первых женщин в Европе, присуждается степень доктора экономических наук. Они любили это роскошное буржуазное кафе. Поэтому именно здесь решили отметить ее триумфальную защиту. И так хотелось побыть с ним наедине. В последнее время они редко бывали вместе. Знакомый официант улыбнулся, узнав завсегдатаев. Ароматный кофе по-швейцарски длинулся в чашках. Любимое вино гранатого мерцало в полумраке зала. Пирожные источали знакомый аромат. Казалось, ничего не изменилось. Вот только Лео был другим. Вдруг не в силах больше выносить молчание, Роза воскликнула. «Лео, женись на мне!» Он не сорвался. Не кричал, не обвинял ее в том, что она подавляет его. Он просто сказал, что не собирается быть жалким учеником гениального учителя. Что он не может вечно пребывать в ее тени. Роза молча встала и удалилась. Полвека спустя Рольф Шнайдер, исследователь жизни Розы Люксембург, писал. Можно сказать, судьба обездолила ее трижды. Как женщину в обществе, где главенствуют мужчины, Как еврейку в антисемитском окружении и как коллегу. Тогда, вечером в Цюрихе, оставшись одна, Она впервые за много лет вспомнила тот злосчастный бал знакомств гимназии. Роза была всеобщей любимицей, Но сейчас она пряталась за колонной. Внезапно за ее спиной раздался до боли знакомый голос. «Пани Роза, прошу вас!» Она оглянулась, так и есть ежем рожек Самый красивый и элегантный юноша гимназии. О нем мечтали все девушки. Он взял ее за руку. «Я не умею», — сказал он. «Я научу вас!» И закружил ее в власти. Гимназистки зависливо шептались. Вдруг Роза неожиданно вырвалась И, сильно хромая, выбежала из зала. Несколько дней она прорыдала в подушку. Отец молча положил перед ней роман Гончарова-Обломов. Она начала читать, слезы постепенно высохли. И перед ней встал выбор. Всю жизнь просидеть дома, скрывая хромоту, Или бороться со своим несчастьем и победить. Роза выбрала второе. В июне 1898 года Социал-демократическая партия Германии Праздновала свою победу на выборах. В штаб-квартире СДПГ Разбиралась агитационная поездка Розы-Люксембург По верхней Силезии. Влестящий оратор, она виртуозно ведет полемику, Всегда одерживает верх над противником, Но она максималистка. Она убеждает всех, что Европу к социализму приведет только революция. Ни о каких реформах она и слышать не хочет. Ее боготворят массы. Если эта маленькая женщина прикажет, Они тут же начнут возводить баррикады. Уже полгода, как Розалия, Люксембург проживает на территории Германии, Являясь активным членом ее социал-демократической партии. В апреле 1898 года в Базеле состоялась церемония бракосочетания Фрейлина Розалия-Люксембург с русским подданным Густавом Любиком. Все кончилось. Теперь она фрау Люксембург-Любик. Брак предоставил ей возможность легально пересечь границу И стать полноправным гражданином Германии. Этот шаг необходим был в целях дальнейшей революционной деятельности. К этому моменту Роза лидер европейского рабочего движения. Ее боготворят единомышленники и ненавидят враги. Ее работа становится все опаснее. А она все отчаяннее. На вокзале она ждала Лео. Он обещал прийти и проводить ее. Но этого не случилось. Уже прозвучал первый удар колокола, Возвещающий об отправлении поезда в Берлин. А Роза продолжала лихорадочно искать Лео в толпе провожатых. Он стоял, спрятавший за цветочной лавкой. Он так и не вышел к ней. А потом были письма. Она писала ему регулярно, но безответно. В них почти не было политики. Так скользь упомянутые факты, события. Она рассказывала, как проводит время, Как слушает по утрам пение птиц, Как приходит в парк, посидит на скамейке, Которая напоминает их скамеечку в Женеве. Какие новые рецепты открыл для него. Но он молчал. Он молчал. Вскоре Лео сам приехал в Берлин. Они встретились. Бродили по аллеям, спорили. Но такой близости, какая была прежде, Между ними уже не было. Но Роза все еще надеялась, Что когда закончится эта политическая борьба, Когда случится долгожданная победа пролетариата, Они вновь будут вместе. И тут она грянула. Русская революция 1905 года. И Роза спешит в Россию, Встречается с Лениным, Троцким, Выступает на баррикадах. Наконец-то свершилось. Вот оно, настоящее дело. Вскоре пожар революции распространится по всей Европе. В мире отчетливо пахнет порохом. На конгрессе второго интернационала в Штутгарте Обсуждается архиважный вопрос Отношения к империалистической войне и милитаризму. Розе не дают говорить, кто-то выкрикивает. Стремление к лучшему будущему через революцию Есть дело темперамента таких нетерпеливых особ, Как Роза Люксембург. Но Розу не остановить. Война продемонстрирует всю живость Заигрываний буржуазии с рабочим классом. Рабочий всегда был и будет игрушкой в ее руках. Пока позиции Люксембург и Ленина совпадают. Общая точка вопроса войне. Война должна разрушить империи И открыть дорогу революции. Наша задача помочь пролетариату, А не предаваться утопическим сновидениям. И война сыграет нам на руку. Позднее Троцкий заметит, Методом марксизма она владела как органами своего тела. Роза была непримирима в борьбе со сторонниками Плавного перехода капитализма в социализм. Многие социалисты отказались от революции, Перейдя на путь социальных реформ. Но только не Роза. Ее экстремизм раздражает даже бывших сарахников. Кажется, за ней следит не только полиция. В декабре она нелегально направилась в Варшаву, Встретилась с Лео, Их тут же и вставали. Лео получил 8 лет каторжных работ в Сибири, Роза была освобождена под залог. В сентябре 1906-го она вернулась в Берлин одна. Круг соратников сужался. Из преданных друзей оставалась семья Клары Цеткин. В трудные минуты Роза не раз пользовалась гостеприимством и любовью этого дома. Знаменитая феминистка была любящей женой и нежной матерью. Ее младший сын Константин вырос в атмосфере тепла, уюта, В доме витал аромат выпеченных булочек. Но прошло время, и мальчишка, по-детски влюбленный в Розу, Превратился в молодого человека, Которого восхищали ее неординарность и силы характера. Его политическое образование Клара Цеткин перепоручила Розе Люксембург. Между ними Розой довольно быстро завязался роман. Рядом с юношей, еще не успевшим стать циничным и одержимым, как Лева, Роза вдруг почувствовала себя женщиной. «Почему я всю жизнь должна пробираться сквозь уколы и удары, Тогда как во мне вечно плачет стремление к покою и гармонии?» Роза всячески старалась оградить Костю от революционных идей. Из последних сил она пыталась удержать в нем дух романтика. Она вновь много рисует, музицирует, заставляет Костю заниматься скульптурой. Но, утомленной опекой и ревностью своей старшей подруги, Костя оставляет ее. Проходит совсем немного времени, и еще удар. Любовь сменяется тюремной решеткой. На долгих четыре года Роза попадает за решетку. За антимилитаристскую агитацию в период Первой мировой войны Ее заключает военную тюрьму Бреславу. Там началась бессонница. Отказывали почки, сдавали нервы. И снова мучили кошмар. Она пыталась спасаться живописью, но это не помогало. Если бы я могла посвятить два года только живописи, это меня поглотило бы целиком. Но я не имею на это права. В моей жалкой мазне не нуждается ни одна собака. А мои статьи нужны людям. Весть о победе революции в России проникла сквозь тюремные решетки. Но вскоре восхищение сменилось разочарование. Ленин заявил о возможности победы социализма в отдельно взятой стране. А как же мировая революция? Подписание Бресского мира резко развело дороги немецких и российских коммунистов. Роза Люксембург открыто выступает против Ленина. И наживает себе врагов даже среди социал-демократов. Эта хрупкая пани становится опасной. Вскоре открывается первый съезд германской коммунистической партии. Во главе ее становится Роза Люксембург вместе с Карлом Липнигтом и Лео Якихесом. Подписав так называемый мир, вождь мирового пролетариата собственноручно затушил пламя мировой революции, лишив надежды на свободу пролетарии в других странах. Мы, коммунисты Германии, вновь поднимаем знамя борьбы и клянемся не отступать от идеи победы диктатуры пролетариата во всем мире. У непримиримой Розы все меньше остается соратников. Один из немногих Карл Липнигт. До конца своих дней он оставался верным идее диктатуры пролетариата. Он был не только соратником, но настоящим верным другом. Близким ее другом стала и жена Карла, Соня. А между тем тучи над ними сгущались. Один за другим попадали в тюрьмы и погибали соратники. И вскоре в газетах уже появился открытый призыв к их убийству. Социал-демократы обещали за их голую награду 100 тысяч марок. 15 января Карл и Роза прятались в квартире знакомого адвоката. Но их предали. В квартиру ворвались неизвестные. Карла Липнигта затолкали в машину и убили двумя выстрелами в упор. Розу оглушили и бросили в воду ландер-канала. Похороны были грандиозными. Тысячи рабочих шли за гробом с телом Карла Липнигта и несли огромный портрет Розы Люксембурга. Ее труп был найден спустя два месяца после похорон. Она не дожила до 48 лет. А что же Лео? Он пережил Розу всего на два месяца. После убийства руководителей он возглавил коммунистическую партию Германии. Но уже 9 марта 1919 года был арестован и убит в тюрьме. Все в тот же час, на том же самом месте, где мы в одной мечте стремились слиться, везде всегда с тобой я буду вместе, ведь там оставила души частицу. История давно расставила все точки над «и». Рассудила, кто прав, кто виноват. Но ведь кроме собственной истории и над нею остались те личности, те великие фигуры, которые двигали эту историю, которые пытались переустроить мир. Одна из таких, конечно, Роза Люксембурга. И нас всегда, всю мою, во всяком случае, сознательную жизнь убеждали, что вся суть ее в этой необыкновенной преданности высоким идеалам переустройства мира. А она ведь совершенно другая, правда? Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова